Да, ребят, вопрос следующим образом звучит. Массонабор дома возможен или невозможен? Я думаю, что частично я на него ответил сейчас, рассказал, что набирать мышечную массу, какие условия для этого нужны? Да, нужна вода, нужно количество белка и нужна энергия? Да, возможен. Вторая часть ответа будет в следующей части презентации, где я буду говорить, какими способами тренировочными, какими стимулами, тренировочными, методическими наработками мы будем с вами стимулировать рост мышечной массы. Потому что мы лишены тяжелых весов, мы лишены штанги. И я расскажу, как пользоваться тем, что у нас дома есть гантелями от 2 кг, под которые написан курс, резинками и эспандерами. Всем этим тренируюсь сейчас я. Да, это с научной точки зрения, возможно. И я покажу вам, как это делать. Да, собственно, мы ради этого хардкор затеяли, чтобы улучшиться на карантине. Да, что еще? Какой вопрос? Отличный вопрос. Да, в ухо мне Хьюстон рассказал о том, что частое опасение, как не сорваться на эти сами рефиды. Ну, как правило, мы срываемся не на рефиды, а просто на бесконтрольное поедание всего, что вокруг, пока холодильник не опустеет. Как себя удержать? Вопрос мотивации. Мы действительно сейчас находимся с вами в проблемах. Проблема какая? Раньше можно было уйти на работу, да, там трехразовое питание. Вы пришли, в обед пообедали в столовой, если вы в офисе работали, и потом домой, и следующий прием пищи только вечером. Ну, если вы не таскали орешки какие-нибудь. Дома же так не получается. Мы живем около холодильника, мы постоянно открываем дверь, смотрим, там не появилось ли что-нибудь, и мы можем просто прийти и взять еду, которая там есть. Это сложно. Именно для этого я вам расскажу еще подробно, но и те, кто был на предыдущем курсе, мы ввели это новшество, даже без тех сложностей, которые есть сейчас по сохранению дефицита или контроля за питанием. У нас на курсе обязательным условием, почему мы необычный марафон, у нас есть не только тренеры, которые там будут говорить, давай, вставай, поднимай свою задницу с дивана. У нас никто не позволяет себе так общаться, потому что мы с уважением относимся к нашим подписчикам. У нас работает профессиональный психолог, у нас работает психотерапевтка Ольга Размакова, которую мы пригласили на второй курс, потому что ее вебинары, в течение всего курса у нас будет 4 вебинара о том, как сохранить мотивацию, о том, как не сорваться в питании, о РПП поговорим, о причинах желания сорваться, о том, как стабилизировать свой результат, и завершающий вебинар будет у нее о том, как сохранить результат, и как на выходе из марафона, когда у вас закончится, когда все получат призы, вы получите новых друзей, с которыми вы, возможно, начнете ходить в спортзал даже вместе, такое тоже было на всех предыдущих курсах. Да, мне в ухо еще один есть вопрос, вот я закончу тогда, что с этими вопросами разберется профессиональный психолог, то есть мы вас не бросим, даже если я не очень силен в психологии, то у нас есть тот, кто стоит за мной с профильным образованием, и все про это расскажет. Еще я, ладно, я не буду забегать вперед, иначе я расскажу всю презентацию сразу, веганы спрашивают, как набрать им белок. Ребят, сейчас я об этом не смогу рассказать из-за экономии времени, но я обещаю вам рассказать об этом завтра на прямом эфире, и, конечно же, если вы придете к нам на курс, у нас будут работать профессиональные инструкторы, которые тренировали огромное количество людей, и вегетарианцев, и веганов, и обычных людей. Мы вам расскажем, какие источники, в каком количестве белок вам нужен, откуда брать, какие порошки стоят, не стоят, если вы не добираете это из еды, и подскажем, с какой еды добрать. Поэтому вы не останетесь без помощи. Ну, наша задача, я уже говорил вам, чтобы вы достигли успеха на этом марафоне, потому что вы наше лицо. То есть, насколько вы успешны, настолько хорош наш марафон. Андрей, есть еще время у нас на вопросы, может быть, что-то интересное? Давайте, да, тогда двигаться дальше, потому что я уже сказал, что большинство новых вопросов я постараюсь ответить завтра в прямом эфире, поэтому приходите. Далее, у нас с вами следующий инструмент питания, инструмент прогресса, который в домашних условиях мы можем с вами использовать. И это один из ответов на предыдущий вопрос. Тренировки. Мы с вами знаем все, что, или не знаем, я сейчас вам расскажу, что анаболические стимулы мышечного роста, почему растут ваши мышцы? Надеюсь, все понимают, что девушка, занимающаяся с отрегащениями, не превращается в халка, да? Особенно сейчас, я думаю, что хихикают участники предыдущих курсов, которые не дождутся, когда же у них вырастут квадры и огромная задница, а они уже тренируются с огромными весами под 100-200 килограмм. Итак, с физической точки зрения у нас есть несколько стимулов, которые заставляют мышцу расти после того, как мы на нее воздействуем. Это механический стресс, это вес, который оказывает влияние на мышечные волокна. Это либо штанга, либо резинки. Тренинг сопротивления, да? В английском тренинг, силовой тренинг, о котором мы говорим, называется resistance тренинг, да? То есть тренинг сопротивления. Вы преодолеваете сопротивление гравитации. Это может быть штанга, это может быть резинки, это может быть эспандер, это может быть гантели, это может быть бутылка с водой, кот, ребенок, кто угодно. Это и есть тренинг с сопротивлениями. И первое, да, если вы взяли что-то тяжелое или то, что мешает вам двигаться вверх, это механический стресс. Также есть менее значимый механический стресс и мышечное повреждение. Ой, метаболический, извините, стресс и мышечное повреждение. Что такое метаболический стресс? Его почувствовать очень просто, и мы будем чувствовать его всегда, поверьте, пока мы находимся дома. Потому что метаболический стресс, он обусловлен энергообменом в наших мышцах. По энергообмену, как добывается энергия для сокращения мышечных волокон? В течение первых 8-10 секунд у нас работает АТФ, аденозин-трифосфат. Это запасенный, скажем так, энергетический субстрат, который есть в мышцах. Когда мы поднимаем штангу там на 6-10 повторений, как раз тратится он. То, если вдруг мы начинаем штангу поднимать больше, большее количество раз, 15, 20, 25, 30 повторений, то АТФ у вас истощается и начинается окисление гликогена, который запасается у нас в мышцах. И когда, образно говоря, и проще говоря, когда углеводы, находящиеся в мышечной клетке, распадаются, одним из продуктов распада метаболитов является молочная кислота или лактат. И вот эта молочная кислота и ионы водорода тоже являются, там еще несколько веществ, они начинают в вашей мышце доставлять вам болезненные ощущения. Мышца начинает жечь. Многие воспринимают это жжение как чувство мышцы, что вот вы в нее попали. Нет, просто достаточно сделать большое количество повторений. Лактат задерживается в мышцах, а он задерживается ненадолго, вопреки теории, что на следующий день мышцы у вас болят, потому что в них лактат, надо делать массаж, вам массажисты могут сказать, выгнать молочку из мышц. Не больше минуты задерживается молочная кислота в ваших мышцах, после этого она попадает в кровоток, через который, которым, посредством которого она несет печень, и там снова из молочной кислоты синтезируются гликоген, углеводы. Вот, поэтому пока молочная кислота находится в ваших мышцах, и пока у вас есть еще эффект пампинга, да, мышечная окклюзия вен, то есть вы пока поднимаете резинку, да, или ги, или какой-нибудь гантель на бицепс, у вас количество крови, приток, остающийся в мышце, больше, чем ее отток. И вы чувствуете памп, прокачались, накачали, мышца, она становится больше, она жжет. Вот это и есть метаболический стресс, и у нас это будет на курсе, да, потому что механический стресс с большими весами мы дома достичь не можем. Мы можем достичь воздействия механического стресса объемом тренинга или изменением темпа. Вот, именно поэтому у нас, если бы я в зале тренировался, я бы там, например, делал 5 приседаний, то дома у нас будут до 30 приседаний. Мы будем компенсировать объем, у нас веса будут работать меньше, но количество повторений будет больше. И, по сути, мы будем выходить на тот же тренировочный объем. Много исследований я описал в своих постах, в последних об этом есть, о том, какая нагрузка нужна вам для того, чтобы подтолкнуть вперед ваш мышечный рост. Ну, достаточно 40% от вашего разового максимума веса. Ну, то есть, допустим, если вы приседали раньше со штангой 100 кг в зале на 6 раз, то вы можете приседать со штангой 40 кг, но это будет растить ваши мышцы, но на большее количество повторений. Поэтому это возможно, это работает, это научно доказано. То есть, если мы не халявим, мы просто перенастраиваем свою мотивацию, что мы будем работать теперь для достижения тех же целей, может быть, в меньшей степени, но мы будем прогрессировать. Но мы будем прогрессировать за счет других механизмов, за счет других инструментов. Мышечное повреждение тоже является одним из факторов, которое стимулирует движение клеток сателлитов, которые ответственны за мышечный рост. Вот мышечное повреждение, это медленное в выполнении упражнений его вызывает. Любая незнакомая нагрузка, первая неделя у вас будет, мышцы будут болеть, возможно, во второй неделе тоже будут болеть. Это как раз обусловлено тем, что для вас будет новая нагрузка, ваши мышцы к ней не очень привыкли. Даже если до этого вы делали становую таргу 200 кг на 2 повторения, то сейчас с резинками вы замучаетесь делать 30 повторений, и будет у вас все болеть. Как бы это смешно ни казалось, но вы почувствуете, что это другой тренировочный стиль. Еще один из способов добиться мышечного повреждения, это темп, с которым выполняются упражнения, чуть позже я о нем скажу. Поэтому вот этими инструментами мы будем пользоваться, и они принесут нам прогресс и результат. Я слово прогресс, прогресс, прогресс говорю. Прогресс, прогрессивная нагрузка – это важнейший принцип движения вперед в спорте, в любой мышечной активности. И для того, чтобы увеличивать свои результаты, увеличивать силовые характеристики, увеличивать мышечную выносливость, мы должны немножко добавлять объем, стараться добавлять его на каждой тренировке. Наша программа прописана таким образом, что мы каждую неделю будем добавлять объем тренировки. То есть мы за вас этот вопрос уже решили. Но если вдруг вы не на хардкоре тренироваться будете сами, постарайтесь сделать это, применить к своим домашним тренировкам следующие принципы, которые прописаны под цифрами 1, 2, 3, 4. Вы можете увеличивать вес вашего отягощения, добавлять поры до времени вес на гантели, потом, может быть, привязывать к нему эспандер, привязывать резинку. В принципе, я думаю, что прогресса на пару месяцев, которые нас ждут самоизоляции, вероятно, хватит. Если возможность прогрессировать в весе закончилась, то увеличивайте количество повторений в каждом подходе по отношению к предыдущей тренировке. Допустим, вы выполняете приседания в понедельник, а следующее в среду. В среду попытайтесь сделать на одно повторение больше или отжиманий. И это будет прогрессивная нагрузка. Можно увеличить количество подходов. Именно этим мы будем заниматься на нашей программе, на программе Хардкора. И можно уменьшить время отдыха между подходами. Тут мы уже гайки затянули, потому что время отдыха у нас будет очень-очень небольшое. 30 секунд у нас будет время отдыха. Это как раз для того, чтобы сохранить молочную кислоту в ваших мышцах, чтобы она с метаболической точки зрения осуществляла процессы, стимулирующие мышечный рост. Поэтому важно отдыхать 30 секунд. Подробнее вам потом инструкторы расскажут, что делать, если вдруг вы не отдышались, или вдруг голова закружилась. Но рекомендуемое время будет первое такое. Этими способами вы можете пользоваться при построении своих тренировок. О темпе я уже вам говорил. Любое упражнение у нас делится на эксцентрическую фазу. Это когда вес опускается. Изометрическую фазу. Концентрическую. Давайте я проще расскажу. Вы можете поднимать вес, вы можете опускать вес. Вы можете застыть в какое-то время в паузе. Вот если вы можете... Наиболее эффективным в спорте считается отношение темпа 1 к 2. То есть на счет 1 вы поднимаете вес, на 1, 2 опускаете. Дома никто вас не ограничивает. Вы можете поднимать на 2 счет. Вы можете опускать на 3. Вы можете задерживать изометрическую нагрузку в верхнем положении вес. Задержать его на 2 секунды. Этим всем вы можете пользоваться дома. Это то, чем никогда бы вы не пользовались в зале. Поверьте, потому что в зале все время хочется пойти самым простым путем. Увеличивать вес снаряда. Сейчас эта возможность есть. Поэтому практические рекомендации сейчас важные. Пересмотрите их потом еще разочек. Может быть для себя скопируетесь. Первое, на чем вы должны сконцентрироваться дома сейчас, это отбросить все тревоги, что у вас обрушится мышечная масса. Вы сейчас не накачаетесь так, как планировали. Да, возможно на соревнования вы не выйдете. Но у вас другие цели. Сейчас цели сохранить ментальное здоровье, укрепить менталитет. Ой, менталитет, извините, иммунитет. Менталитет туда же. Поддержать обмен веществ на высоком уровне и сохранить свое здоровье, сохранить мышечную массу, которая при похудении, которую мы тоже будем добиваться, позволит вам оставить вес, которого вы добились. И шагать дальше. Потому что у нас очень много у меня ребят, которые пришли с огромным весом, с огромным лишним весом. Понятно, что за 8 недель вы его не потеряете. Именно по этой причине несколько там участников из хардкора в хардкор путешествуют. Потому что они делают с каждым хардкором один шаг вперед, 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 вперед. И там в течение года худеют до тех цифр, до которых они хотели, даже если это весьма впечатляющие цифры. Поэтому сначала правильное целеполагание. Комплексные сеты. На хардкоре мы все продумали. Программа написана. Вы будете использовать комплексные сеты. Парные сеты я их назвал здесь. Для увеличения эффективности. То есть не просто сделаем прямой сет. Поднимали штангу и поставили. Поднимайте штангу. Потом возьмите, поднимайте ее там по-другому повернув. Допустим, на бицепс поднимали так. Потом поднимайте так. Либо сделайте бицепс. А после него сразу без отдыха трицепс. Вариантов достаточно много. И убиться можно просто очень быстро. Даже с небольшими весами. Андрей, включили у нас чат? Есть ли вопросы по физической нагрузке? Скажи, пожалуйста. Потому что эта тема у нас уже подошла к концу. Да, давайте расскажу. Какое оборудование нужно на курсе? Все очень просто. Мы понимали, что, во-первых, нужно обеспечить тренировочную нагрузку. И без весов ее обеспечить очень трудно. С другой стороны, мы понимали, что сейчас не особенно денежное время для того, чтобы покупать огромные наборы кантелей. И места ни у кого-то особо нет. Поэтому программа писалась под то, что мы начинаем тренироваться, вы начинаете, я начинаю тренироваться с весами гантелей весом от 2 кг. Если у вас будет возможность увеличить этот вес до 5-7 кг, этого достаточно. В роли отягощения может, как я уже говорил, быть использовано что угодно. Хоть бутылка с водой, хоть фляга пятилитровая с водой. Это как раз и будет 5 кг. Поэтому этого отягощения будет достаточно. Дополнительным способом создать сопротивление будут являться резинки или эспандеры. Если они у вас есть, это очень-очень хорошо. Мы сняли альтернативные упражнения. У нас, как и в прошлых марафонах, будут упражнения с гантелями. Я покажу, как они выполняются. Мы сделали гифки. У нас есть специальная программа визуализации, которая будет показывать, какие мышцы работают, чтобы вы знали об этом. Саша показала упражнения альтернативные с эспандером или с резинкой. Если даже не найдется какого-то способа сопротивления у вас дома, то вам придут на помощь наши инструкторы. Они подскажут, что можно сделать. Но я хочу вас сориентировать сразу же вперед. Если у вас дома нет ничего, не думайте, что мы под вас перепишем полностью программу. Потому что мы писали программу эффективную, которая реально поможет вам двинуться вперед. И для этой программы нужны отягощения. Если у вас дома нет ничего, то вам нужно либо купить эти гантели, либо озаботиться о том, чтобы набрать хотя бы эти фляги с водой дома. У нас были такие случаи, когда приходили подписчики и говорили, что переделайте мне программу полностью. Дорогие мои, зачем вы ее купили, если вам нужна другая программа? У нас есть условия, и они будут работать. Поэтому, ребят, гантели от 2 кг будут больше, будет хорошо. Если будут резинки и эспандеры, это вообще класс. У меня есть все, я подготовился заранее. Вернее, ну я давно подготовился. Резинки у меня были дома уже, наверное, года полтора. Еще вопрос, Андрей? Да, вопрос о тренировках на тщак, на голодный желудок, мы их подробно будем рассказывать. В общем, вопросы питания для тех, кто придет на хардкор, я освещу во вводном вебинаре. У нас всегда есть вебинар, который длится там от часа до трех часов, пока не закончатся вопросы. Мы полностью об этом расскажем. И даже... Хорошо, да, мне еще один вопрос интересный прилетел. И поэтому не переживайте. Самая главная особенность нашего марафона это в том, что вы никогда не остаетесь без поддержки. Даже если у вас вопрос этот возникнет на первой неделе, на третий день, на 12-й день, у вас найдется вокруг огромное количество людей, начиная с меня и Саши, и нашими инструкторами заканчивая, и психологами, и врачом, и куратором курса, вам подскажут на собственном опыте, как это решать. Вот, но сейчас давайте я сразу отвечу, кардио или силовая тренировка на голодный желудок не позволяет сжигать больше жира, а с точки зрения построения мышечной массы снижает силовую возможность тренировки последующей после того, как вы не поели, скажем так, да, проснулись и пошли тренироваться. Поэтому это неэффективный способ, доказано многократно, неэффективный способ для снижения мышечной, извините, жировой массы. Мы расскажем, как это сделать здоровым способом. Андрей, и ты мне сказал. Есть ли смысл идти на марафон, если нет цели похудеть? Смотрите, я покажу вам слайды с целями, которые мы для себя ставим. Наверняка многие из вас смотрели Сашины сторис, и вы, может быть, вспомните, что про похудение мы не говорили совсем. Потому что заниматься сейчас физической активностью, это чуть-чуть больше, чем о похудении. Контролировать сейчас питание, чтобы у вас всего было в достатке. Наверняка многие, кто подписан на меня, знаете, что у вас не будет ограничения по продуктам. Еще в сложной психологической обстановке, в сложной таком ментальном положении, в котором мы находимся, уверяю вас, никто вам не будет запрещать съесть вашу любимую сладость. Вот точно так же, как Саша сейчас съела буэна и счастливо сидит. Поэтому никаких ограничительных, запретительных методов мы не используем. И не рассматриваем этот марафон только как похудение. Мы рассматриваем этот марафон, который как возможность пройти вам через самоизоляцию, через этот карантин, и выйти из него без потерь, без ментальных потерь. Почему у нас будет еще и курсы медитации, и поддержка психолога. Выйти без потерь силы, без потерь массы. Ну и если вы захотите еще похудеть, то мы расскажем вам как. Ну я сам буду это делать. То есть мне нужно сбросить еще пару килограмм жира, я покажу, как это делается дома. Я в принципе продолжаю это делать. Еще был вопрос про... Давай, последний вопрос. Если станет выбор купить гантели или резинки, наши четыре основных дня, которые я вам буду рекомендовать в нашей программе, они написаны под гантели. Это тренировки с гантелями. У меня есть дополнительный день, зная потребность моей аудитории, что нам всем нужно качать попу. Я сам люблю это делать. Я написал пятый опционный день или опциональный. Он проводится с резинками. Поэтому если у вас резинки будут, они будут плюсом вот к этому дополнительному дню. Но в принципе гантели дороже стоят, чем резинки. Резинки сейчас, их очень много продается, очень много скидок. И если вы помните, то... Сейчас, секундочку. Тимбьюер у меня... Сейчас, извините, ребят, технический вопрос. Ага, сейчас мы переподключимся. Да, я продолжу. Вот, поэтому гантели в приоритете, все остальное будет плюсом. Ну, даже если... Многие упражнения для попы выполняются и без резинки, с весом собственного тела. Поэтому прорвемся. Нормально все будет. Андрей, слышишь ли ты меня? Мы можем переходить сейчас к следующему нашему... Да. Ага. Ага. Хорошо. А ты видишь чат? Да, извините, ребят, сейчас... Да? А, ну хорошо. Да, ты просто не видишь, что у меня происходит. Окей, ребят, у нас осталось... Да, да, все хорошо. У меня остался третий инструмент, который очень важен сейчас. В принципе, для него есть возможность его улучшить. Значительно лучше, чем если бы вы сейчас ходили на работу и посещали офис каждый день. Это вопрос восстановления. Вот, восстановление состоит из... Так, сейчас, секундочку. У меня презентация не переключается. А, все, все, работает. Окей, все заработало. Да, восстановление. Это использование циркадных ритмов и качество и продолжительность сна. Не думаю, что вам нужно... Вас нужно убеждать в том, что сон влияет на набор лишнего веса, так как и на похудение. И что циркадные ритмы, вы наверняка знаете, да, это активность нашего организма в течение суток. В зависимости от времени дня, от ной, день, ночь, свет за окном, да, или полная темень. Наш организм от этого зависит. Идет разная секреция гормонов. Гормонов дневных, гормонов, которые суток, круглосуточные, гормонов ночных, таких как мелатонин. Поэтому нам под это можно подстраиваться. И сейчас, поскольку мы дома, с этим проще справляться. И насколько важен сон, есть большое количество исследований и постов у меня, например, о том, что люди, которые, например, не спят нормально, работают ночную смену, они всегда обладают лишним весом. Если вы ограничиваете количество своего сна, у вас шансы набрать лишний вес гораздо больше, если вы спите те самые рекомендованные 7-8 часов. Сейчас с этим можно разобраться. Я посоветую, как этот сон сделать более крепким, более качественным. Итак, про циркадные ритмы. Почему они нам важны? Потому что вы можете выбрать оптимальное время для своей тренировки, когда она пройдет максимально интенсивно. Ну вот, судя по этому графику циркадных ритмов, я вам сразу скажу, что самое, и даже не базируясь на вот здесь активности тела, гормональная секреция прописана, я вам скажу факт, что все мировые рекорды, ну, по крайней мере, те, которые используются в исследованиях, которые анализировались, скажем так, большая часть, большая часть мировых рекордов поставлены ранним вечером. Это примерно в промежуток от 4 до 6 часов вечера, до 7 часов вечера. 17.00, вот это время, вот это окошко является самым эффективным для тренировок для большинства людей. Вот, наибольшая сила достигается, наибольшая выносливость, наивысшее давление крови, наилучшая мышечная работа и работа сердца. Поэтому, если есть у вас возможность, то поставьте свою тренировку после обеда в это время. Что важно знать, что этот циркадный ритм работает для человека, который ложится спать ровно в одно время и встает тоже примерно ровно в одно время, плюс-минус час. То есть, если вы ложитесь в 12 и просыпаетесь в 8 сейчас, то эта схема для вас будет работать на полную катушку. То есть, вы точно можете попасть в наиболее оптимальное время тренировки. И есть еще одна рекомендация, вы можете просто это сделать, тестирование. Если у вас есть умные часы, какой-нибудь Apple Watch или какой-то другой гаджет, постарайтесь в течение одного дня позамерять, ну, можете второй день для чистоты эксперимента, позамерять свой пульс каждый час. То время, когда пульс у вас будет наиболее высокий, это и есть то время, когда у вас будет наиболее эффективная тренировка. Если вы, например, не можете тренироваться в это золотое время, да, там в 17-18 часов, то какой параметр далее выходит на главенствующие роли? Это параметр регулярности. Если вы, например, и у нас были такие ребята на хардкоре, которые тренировались в 3 часа ночи, но это прям совсем жесть. Но если вы можете тренироваться в 8 часов утра только, да, потому что вы работаете удаленно, допустим, да, и у вас начинается потом опять полноценный рабочий день, то главное приучить себя тренироваться в 8 часов каждый день или там через день. И тогда регулярность, она, организм подстроится под эту активность. Он скорректирует гормональную секрецию, пульс, ну, вы будете пользоваться разминкой. У нас подробные рекомендации по разминке будут прописаны. Поэтому делаем так. То есть, либо тренируемся ранним вечером, либо тренируемся в любое другое время регулярно. Это такой вот вам рекомендация научная. Следующее. Качественный сон влияет. Не нужно рассказывать, что с вами происходит, если вы не выспались, помимо того, что вы злы, недовольны на весь мир и так далее. Вот. Это влияет на тренировки. Не выспавшийся человек не может демонстрировать силовых результатов. Те, кто в зале тренировался, прекрасно это знают, помнят, что это даже грозит травмами, а не только понижением рабочих весов. Поэтому, ну и, конечно, это грозит набором лишнего веса. Потому что за 7-8 часов, если вы этот сон прервали, если вы его сделали меньше в два раза, не успевает отработать ни гормон роста, самотерапин, у которого самый большой пик ночью, да, мелатонин напрямую, который в течение ночи вырабатывается с позднего вечера, не отрабатывает на полную. А мелатонин тоже... Или, например, есть исследования по мелатонину, там, для женщин в постменопаузе была группа, которые давали дополнительный мелатонин как добавку, и их вес через год был значительно меньше, чем та группа, которая не принимала мелатонин или не спала ровно, да, скажем, с ровным графиком. Вот, поэтому мелатонин здесь, как рекомендация, последняя есть. У нас продублировалось регулярно и БЖУ перед сном. Видимо, еда для меня, когда я готовил презентацию, значит, весьма много перед сном. Поэтому по качеству, по сну, да, ложитесь спать в одно и то же время примерно и постарайтесь просыпаться в одно и то же время, потому что пересып, он ничем не лучше, не досыпно. Да, это проблемы со здоровьем, с иммунитетом, с головной болью, как первое, что вы ощутите. Поэтому либо будильник, либо по свету просыпаетесь. Нет, подружитесь с ярким светом, что означает эта рекомендация. Да, да, то просто максимально большее количество света пускайте себе, распахивайте занавески, вот, включайте светильники, иметь здесь будильники с имитацией света дневного, поэтому этим пользуйтесь. А перед сном ограничьте воздействие синего цвета. Это спектр, которым, излучение, которое мы получаем от экранов, в данный момент я в него смотрю, айфонов всех устройств. Пользуйтесь режимом Night Shift, он есть в айфонах, поставьте его так, чтобы за час до сна он включался, переходил в красный режим красного света, вот, или оранжевого, как мы его видим глазами. Вот это дает возможность успокоить нервную систему и начать выработку мелатонина, который при воздействии синего цвета не вырабатывается в должной мере, и вы просто не сможете заснуть, у вас будет мучить бессонница и нестабильный сон. Вот. Насчет еды. Люди реагируют по-разному. Кто-то не может заснуть на полный желудок, даже, ну, не особо полный, да, поев перед сном. Кто-то, наоборот. Есть огромное количество исследований, и я тому подтверждение опытным, что после приемов углеводов, белков, выделяется серотонин, гормон части, и люди засыпают спокойнее, ровно и спят достаточно хорошо. Я в том числе. Поэтому поэкспериментируйте в течение, там, хардкора, недельку попробуйте поесть перед сном, там, за два часа, может быть, кто-то за час. Поменяйте продукты, то есть попробуйте, там, углеводы поесть, как вы себя ощущаете, и таким образом вы проведете мониторинг и поймете, как лучше вы спите после чего. Так, чат по вопросам по этому разделу. Есть какие-то вопросы по восстановлению, Андрей, у нас сейчас? Ага. Ну, в принципе, да, вопросов пока немного, и они все понимают, что нужно спать. Да, 7-8 часов, да, если что, да, завтра дорасскажу по еще каким-нибудь хитростям. У меня, кстати, будет скоро гайд по циркадным ритмам, большой, 60 страниц. Я объявлю обязательно о нем, там все знания есть, будут. Так, давайте я теперь расскажу более подробно о том, что вас ждет на хардкоре, да, и самое ценное, к чему мы подошли, потому что моя задача, задача этого вебинара – пригласить вас, дать вам знания, которые вы можете воспользоваться и без вебинара, без марафона. Но я хочу вас пригласить на марафон, почему, и рассказать, почему вам будет выгодно прийти, почему вам будет выгодно остаться с нами, и сколько плюсов вы получите, не говоря уже о тех, да, иммунитете, там, потери жировой ткани, наращивания мышечной ткани. Поэтому, если вы хотите узнать не в теории, как я сейчас рассказал, а в практике, как тренироваться дома, то есть с конкретными рекомендациями, сколько упражнений, какое упражнение, как сочетать упражнения, сколько их делать на первой неделе, сколько делать на второй неделе, если у вас не пошло упражнение, чем его заменить, то все эти знания, они будут у нас, да, потому что у нас работают люди, с которыми я вас познакомлю чуть позже, которые, во-первых, у них есть образование, во-вторых, есть у них огромный опыт, и не только участвуют в соревнованиях, где они показали себя как выдающихся атлетов, но и ведение большой клиентской базы в реальности. Вот, и еще у них есть опыт ведения прошлых марафонов, прошлого хардкора, где они отлично справились с этой задачей, вот, и они помогут вам, то есть они конкретные инструменты дадут вам, они будут с вами 8 недель, проверять технику выполнения ваших упражнений, то есть сейчас это просто недоступно, вы не можете пойти в зал и сказать там, посмотрите, как я делаю это упражнение, или позвать дежурного тренера, мы просто выдаем вам трех высококвалифицированных тренеров, которые будут просматривать ваше видео, отвечать на ваше аудиосообщение, читать ваши письменные сообщения и рекомендовать вам, как двигаться дальше в своих тренировках. Поэтому мы с Сашей знаем об этом много, да, и у Саши есть образование фитнес-тренера, у меня есть европейское образование фитнес-тренера, и мы точно так же, как вы живем сейчас дома, живем около холодильников, поэтому мы будем делиться с вами лайфхаками, и люди, которые проходили марафоны, будут делиться с вами лайфхаками, как сделать так, чтобы мотивация ваша не потерялась. Я прекрасно знаю, что по прохождению нескольких недель тренировок вы начнете сдуваться, но у нас все это решается очень просто, у нас есть специальный эмоциональный чат, о нем ниже, где вы просто сможете написать, девчонки, мальчишки, мне что-то тоскливо, я потеряла мотивацию, поддержите меня, и вас поддержат, и мы сто раз так делали, да, у нас найдется тын, там, не знаю, сотня человек, которые вам напишут, что не переживай, мы проходили это, давай мы тебе поможем, чем можем, вот, и вас поддержат, все люди вокруг вас, вас поддержат, что будет не одна сотня человек. Далее, наверняка, я надеюсь, что здесь большое количество людей, которые уже были на хардкоре, знаете все его преимущества, вот, но отличие этого хардкора, этого марафона, четвертый, это уже по счету марафон, он не как предыдущий, не для тех, кто тренируется в зале, вот, мы его планировали таким сначала, но потом поняли, что потребность абсолютно другая, то есть условия сейчас совсем, нужно пересмотреть свои цели, да, и нужно справляться с большими проблемами, не только с похудением, а вот со всеми вещами психологического характера, сохранение мотивации, сохранение своей физической формы, вот, поэтому мы эту программу разрабатывали специально для вас, то есть, ну, я положил на нее 4 недели подготовки на то, чтобы все это было прописано, чтобы это было снято, чтобы эти тренировки мы использовали на себе и после этого отдали инструкторам, чтобы они их протестировали. Вот, все это было сделано, сейчас уже остались буквально у меня пара дней на то, чтобы прописать наиболее частые вопросы, которые могут у вас возникнуть, и когда вы придете к нам 19-го на вводный вебинар, мы представим вам весь список инструментов, которые будут окружать вас вниманием. Ребят, да, у вас, кстати, сейчас уже для самых решительных открылась кнопка перехода в личный кабинет гид-курса, вот, ну, я подробнее о ней расскажу, как ей пользоваться, да, когда мы пойдем к специальным, скажем так, опциям, вот, поэтому, как раз к вопросу, а если я не хочу худеть на гид-курсе, не нужно, мы писали этот курс, мы делали его, звали в него специалистов, приглашали, записывали тренировочные программы, записывали курсы по медитации, готовим вебинары, мы хотим, чтобы вы научились тренироваться правильно и эффективно, даже в этих условиях, а не в зале, чтобы вы сохранили свою фигуру, тренируясь дома, вот, естественно, самое главное, это та забота, мотивация, поддержка, которую вы получите на этом курсе, потому что нет никакого секрета в том, что даже если бы сейчас мы начинали тренироваться не дома, любой человек, который начинает тренировки серьезные, регулярные, любой человек, который начинает менять свое питание, он сталкивается с суждением даже близких и любимых людей, коллег по работе, если вы когда-нибудь начинали считать калории, вспомните, как над вами смеется общество, когда вас над вами насмехается, когда вы приходите с контейнером на работу или просите повара в столовой взвесить эту котлету или спросите из чего, из какого мяса там этот бештекс, вот, и многие просто бросают, потому что не хотят видеть это со стороны, внимание повышенное к себе, а сейчас вы попадете в огромное количество, в окружение огромного количества людей, профессиональных людей в лице нас и эмоциональной поддержки людей, которые вместе с вами идут к этой цели, и вам будет гораздо проще. Одно из преимуществ, которым я горжусь, наверное, больше всего, это то, что ребята, девчонки, которые участвовали в предыдущих марафонах, они нашли огромное количество друзей и единомышленников среди тех, с кем они тренировались вместе, поэтому это вещь, которая не покупается просто. Я говорю сейчас о дружбе и о людях, которые близки к вам, будут по своим целям, по своим задачам, и они будут жить в таких же обстоятельствах, как вы. Поэтому, ну и у нас будет весело. Во-первых, у нас есть призы дорогие, полезные. Во-вторых, у нас будут веселые, я буду приглашать экспертов в разных областях для прямых эфиров, которые будут на отдельной страничке в Инстаграме. У нас будут конкурсы, несколько компаний уже предложили нам свои услуги информационной поддержки, которые разыграют. Да, 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 я сейчас вам покажу это. Поэтому это крутая движуха. То есть многие ждут этот марафон из участников прежних курсов, просто, чтобы опять продолжилось это общение. Мы будем ходить, когда нам разрешат встречаться, посиделки устраивать, мы будем встречаться в кафе, мы будем там зависать на несколько часов. Ну, это все вы узнаете, и все это знают уже те, кто прошел. Итак, да, продолжаю рассказывать. Программа тренировок с прогрессивной нагрузкой. Она готова, она работает и для мужчин, и для женщин. Очень много парней мне пишут, как бы там серьезно вообще, что дома можно накачать. Вообще-то дома у вас нет другого парня выхода, как сейчас тренироваться только дома. Да, и все бодибилдеры сейчас показывают, даже серьезные такие ребята, которые фарм-поддержка, это постоянная составляющая их тренировок. Как миленькие, тренируются дома. Поэтому, парни, я жду вас. Ну, помимо этого, не забудьте, что на такие марафоны записывается процентом соотношения всегда меньше парней, и огромное количество, процентов 90 ваших напарников тренировочных, которые будут с вами в чатах, это красивые, спортивные, целеустремленные девушки. Поэтому я вам подмигнул. Да. Где будет осуществляться общение? У нас есть официально называемый чат эмоциональной поддержки, который мы просто называем болталкой. В нем есть куратор, которая сама прошла уже три марафона и сбросила за все три марафона больше 50 килограмм. Там есть люди, которые находятся с первого курса, и они будут вас поддерживать и возьмут новичков под свое крыло. И там обсуждаются любые темы. И чем дальше вы будете в этом чате находиться, тем более откровенными будут эти темы, тем более мотивирующие, тем больше вы будете открываться, рассказывать о своих проблемах, как вы переживаете эту ситуацию, тренировки, какие косяки у вас дома, раньше были косяки в зале, как на вас смотрят другие люди. Сейчас, кстати, этой проблемы нет, и это один из плюсов, потому что на вас никто не смотрит, вам не нужно оглядываться по сторонам. В этом чате сконцентрирована душа этого марафона. То есть здесь, в болталке, вы будете общаться, кто-то, какое-то процентное соотношение людей будет сидеть молча, но постоянно мониторить, что там происходит, о чем люди говорят, и забирать оттуда полезную информацию и по мотивации, и по каким-то лайфхакам, кто где нашел какой-то ворожок, где скидки на рыбу и так далее. Там очень много полезных вещей. И помимо этого, мы создали, именно это новшество, на прошлых марафонах этого не было, мы создали телеграм-бот тренерский, в котором вам будут отвечать врач-эндокринолог и три профессиональных фитнес-инструктора. Они будут отвечать вам на вопросы, на письменные вопросы, и будут проверять видео ваших упражнений, корректно ли вы выполняете технику, и давать рекомендации, как можно сделать так, чтобы ваши тренировки были эффективнее. На постоянной основе, то есть практически круглосуточно, с перерывом на сон и на еду, к вам максимально быстро будет прилетать информация с ответом. Я не помню, чтобы ответ у нас задерживался минут на 10. То есть вам будут отвечать практически моментально. Скорость ответов на вопросы на первой, второй неделе, она будет чуть меньше, потому что несколько сот человек будут писать одни и те же вопросы ребятам, и они будут отвечать. Мы знаем, они выдержат, они уже это проходили. Дальше будет немножечко проще. Поэтому за вами, где бы еще за вами посмотрел врач и три инструктора? Вспомните, Москва, тренировка любая, минимум полторы тысячи рублей. Сходите, запишитесь на курс вводный, на неделю, на три тренировки, и всего 5 тысяч рублей с вами один человек, который, дай бог, не сидел в телефоне, пока вы учились тренироваться. Здесь у вас три человека, врач, который с вами круглосуточно практически. Далее, я завожу дополнительный аккаунт в Инстаграм, где буду, как по мере появления от вас вопросов накопленных, я буду проводить прямые эфиры. Будет какая тема вам интересна? Не знаю, целлюлит, прыщи, отцовство, похудение на углеводах или на жирах. Мы будем эти темы обсуждать. Любые, которые накопились у вас в течение недели. И приглашать экспертов в разных областях, которые вас заинтересуют. У нас, я уже говорил, работает психолог на курсе. То есть, за те деньги, которые вы тратите на фитнес-курс, вы получаете еще курс по психологии. У вас и обратная связь будет психологом, у вас будут таблички, где вы сможете оставлять вопросы, и на последующих вебинарах Ольга будет вам на них отвечать. Вот она уже работала у нас на курсе, она знает специфику мотивации спортивной. Вот она сама сейчас занимается после первого прохождения курса и идет с нами на следующий хардкор. Так что все в теме. Здесь все люди понимают, чем они занимаются, никто не пришел со стороны. Дополнительные конкурсы будут. В спорте Кукис обещали нам печенек разыграть. Может быть, даже в начале марафона посмотрим, чтобы поддержать вас полезными вкусностями. Я, естественно, провожу вводный, заключительный вебинар. Если будет какая-то необходимость, я могу провести вебинар, непрямой эфир в течение курса, если возникнет такая необходимость. И помимо этого, помимо психологической поддержки, у нас уже есть 8 видеоуроков, которые будут у вас постепенно появляться, открываться по технике медитации. И дополнительно у нас будет гайд по медитации. Все это нужно для того, чтобы, как вы понимаете, не только для похудения, это нужно для того, чтобы мы вышли психологически здоровыми, спокойными, с низким уровнем стресса, из этой ситуации вышли сильными людьми, во всех смыслах сильными людьми и приступили к той жизни, которая у нас была до какого-то времени, до начала борьбы с коронавирусной. инфекцией. Поэтому мощная поддержка это самое главное, что есть на нашем марафоне. Мы вас, я не преувеличиваю никогда, когда вы видите, как я руки держу, мы вас обнимем, мы будем с вами до конца. И именно поэтому, я думаю, вот это отношение, которое мы вкладывали с Сашей в этот марафон, оно, наверное, позволяет ему жить, выживать, с каждым разом набирать все больше и больше участников, потому что слава об этом марафоне, она идет не только из нашей рекламы, а и от ребят, которые уже позанимались. И мы их простимулируем, я расскажу как, но вот немножко позже. Поэтому все эти люди, они будут с вами, они будут следить за вашим прогрессом, они будут переживать за ваш прогресс. Почему хардкор, уникальный учебно-тренировочный курс, аналогов которым не существует? Я изучал эту тему, и мы с маркетинговой точки зрения изучали, как построены другие марафоны, и почему мы не называем хардкор чаще марафоном, а привыкаем называть его учебно-тренировочным курсом. Дело в том, что в отличие от других марафонов, мы не дадим вам просто программу упражнений, скажем, занимайтесь, и вот вам диета, придерживайтесь ее, вот вам на завтрак супчик, а потом сельдерея, после шести вам есть нельзя. Мы будем с вами все это время доносить вам научно доказанную информацию, которую мы проверили на себе, вы можете посмотреть, в каких формах находимся мы, я в свои 43 года, в какой великолепной форме находится Саша со своим питанием, со своими тренировками, и поверьте, вы сможете достучаться, дотянуться до звезд, до тех мечтаний, о которых вы себя видели, вы по крайней мере увидите точно путь к тому, как создать тело, которое вы хотите, либо поддержать его в тех кондициях, в которых вы хотите. И мы даем вам информацию, то есть мы даем вам, я уже говорил, гайды, мы даем вам записи вебинаров, в которых вы в течение марафона сможете обращаться, перепроверять их эффективность на себе, спрашивать у других людей, как это работает, и когда этот курс через 8 недель закончится, вы выйдете с точными и уверенными знаниями, как тренироваться, как питаться дальше, как сохранять свое ментальное здоровье дальше. И даже если мы с вами никогда не увидимся, закроют инстаграм и все социальные сети, мы с Сашей будем спокойны, что вы остались со знаниями. Именно поэтому мы называем этот тренировочный курс учебным курсом, потому что вы уйдете со знаниями, а не просто будете делать в течение 4 недель бёрби, а потом покажете свою фотографию, и не поймете, что с вами произошло. Ну, надеюсь, что не произошла травма. Поэтому мы за вами будем следить, мы будем вместе с вами тренироваться. Поэтому в этом состоянии потока, вот жить эти 8 недель, ребята с прошлых курсов это оценили, поэтому они идут на 4 курс. Некоторые, да, на 4 курс подряд идут. Я вас познакомлю с ребятами. Здесь еще не все, у нас команда расширилась. Это Ольга Размахова, наша психотерапевтка Лина Цой, это персональный тренер, которая в бикини выступала, у нее европейское фитнес-образование, она живет в Испании. Антон Богданов, это наш силовик и пауэрлифтер, который замечательно дома сейчас с гирями тренируется, многократный чемпион по пауэрлифтингу в Москве, в Московской области. Душа нашего чата, болталки. Это вот самый сердечный человек, который есть у нас, да, это наше ядро, скажем так, Надежда Емелина, которая сама уже за 3 марафона потеряла 50 килограмм и будет с вами продолжать этот путь дальше и будет рассказывать не только о том, что нужно делать, а с какими сложностями сталкивалась она, в каких предрассудках жила она, с какими диетами она пользовалась и как максимальным быстрым путем выйти на эффективное достижение результата с сохранением здоровья. Влад Баршатский, это врач наш, который сейчас работает в отделении эндокринологии, все время, пока учился в первом меде Сеченова, тренировался со мной, поэтому очень хорошо разбирается в тренинге, он является консультантом проекта Точный фитнес уже второй год, он ответил уже на десятки тысяч вопросов по тренингу и по питанию, по подсчету калорийности, поэтому здесь собрались очень опытные люди и мы добавляем еще одного инструктора, еще фоточку не успели его попросить, это Данила Шмелев, он работал у нас на предыдущем курсе стажером, сейчас мы его берем в штат уже, это фитнес-тренер, скажем, который поможет вам с растяжкой, с мобильностью суставов, это его специализация, он живет в Казани, но он будет с нами вместе на нашем марафоне, поэтому Надежда, кстати, из Магнитогорска, поэтому у нас, учитывая, что Лина у нас из Испании, у нас интернациональная команда, которая возьмет вас под свое крыло. Харкор давно уже стал, стал не просто курсом, не просто марафоном, он стал какой-то культовой вещью, которую вы можете посмотреть, это встреча первых хардкоров, вот последний хардкор, который только что пришел, мы встречались уже, я не помню, раза четыре, если на предыдущих хардкорах мы там раз-два встречались, то с активными участниками, мы в депо на белорусской встречались уже сколько раз, я даже ездил в Петербург на встречу петербургской диаспоры, мы хардкора, поэтому кто знает, как откроют аэропорты и снимут самоизоляцию, я готов прилететь в любую диаспору, в любой филиал, скажем, хардкора, поэтому с удовольствием встречаюсь с вами, с удовольствием мы с Сашей за личное общение, не только в сети, с удовольствием с вами устроим читмил, рефит, и пойдем поедим шашлычка или пиццу за наше общее здоровье и за скорейшее прекращение карантина. Атмосфера в чатах, ну если вы сейчас можете посмотреть, а успеете прочитать, она вот такая, то есть очень благодарные люди, когда они понимают, что они получили за свои деньги, какой уровень поддержки, какой уровень знания они получили, мне это очень приятно, мы с Сашей понимаем, что мы работаем не зря и что мы делимся лучшим, что мы знаем и нам отдают огромное количество тепла. Это бесценные вещи, о цене которых говорить сейчас вообще бесполезно. Итак, из азартных вещей, что в этот раз мы разыгрываем? Мы разыгрываем MacBook Air, продукция Apple, традиционно любимая, традиционная, у меня сейчас вот рядом лежит, которую я купил 10 лет назад, и я думаю, какой же я молодец, что я его купил, и он работает. Вот, iPhone, он уже куплен, это iPhone 11, Pro Max, золотого цвета, огнище, и приз за третье место, я, честно говоря, я бы его и за первое отдал, потому что он сейчас максимально нужен, это беговая дорожка, я могу, чем можете посмотреть, в Сашиных сторис, она ежедневно ходит, добавляет физической активности, на этой штуке, стоит у меня дома, ящик ждет, коробка ждет вас, поэтому за человек, получивший третье место, в вашем голосовании, получит ее. Голосование в конце курса, это для тех, кто будет участвовать в конкурсе фотографий, потому что вы можете в нем не участвовать, вы можете просто взять вот то, о чем я вам говорил до этого, и воспользоваться этим, но если вы азартный, если вы поставили на себя какую-то цель, то конкурс фотографий до-после, у нас будет подробный гайд, как сделать фотографии до, как сделать фотографии после, вот, эти фотографии позволят вам взять какую-то из этих вещей, Если у нас будут добавляться дополнительные спонсоры, то мы будем устраивать розыгрыши, отслеживая, может быть, ваш прогресс в середине курса. Кто знает, почему нет, мы готовы за любой кипиш, что называется. Далее. А, ну, кстати, прошлый хардкор. Посмотрите, мужчины, вот там, да, посмотрите слева, что этот человек сбросил 12 килограмм. Девушка, которая по центру, она тоже, по-моему, сбросила около 12 килограмм. Разительные просто изменения. Победительница у нас сбросила 8 килограмм. Но мы, не мы, а вы оцениваете. У нас будет общее голосование. Мы с Сашей вмешиваемся только в результаты голосования. Если одинаковые результаты были, например, у первого и второго места, и мы уже тогда принимаем решение, кому его отдать. Но сейчас так не было, и все предыдущие марафоны не было, потому что единогласно вы выделяли лучших, по вашему мнению, первое, второе, третье место, и единогласно присуждались. Вот так, вот эти результаты вас могут ждать. Посмотрите. И если вы вдруг думаете, что сейчас у вас в голове крутится возражение, что ну да, в 20 лет это можно сделать, а в 25 нет, я вам скажу, что огромное количество участников у нас – это взрослые люди. Парень, который слева, ему 40 лет. Вот в 40 лет он потерял 12 килограмм, при том, что он активно работает, спиртное любит иногда. Победительница нашей, девушка по центру, это второе место, она там уже, она как раз в возрасте 25 лет, а победительница, которая у нас дважды выиграла марафон, ей 37 лет. Поэтому, если вам расскажут, что после 30 уже нет никаких шансов похудеть, привести себя в форму – вуаля! Эта девушка забрала у нас айфон на предыдущем курсе, а на последнем завершенном три дня, три недели назад, она еще забрала у нас макэр. Поэтому ничего невозможного нет. Дерзайте, я буду рад видеть ваши фото и своими поделюсь, потому что мы достаточно откровенный чат. Поэтому, если есть чем похвастаться, мы будем только рады. Как попасть? У вас уже активна кнопка, и я сейчас расскажу вам о двух пакетах. Пакет стандартный, в котором вы получаете вообще все, о чем я сказал. В пакете VIP вы получаете немножко больше. Итак, напомню, курс тренировок на 8. Да. Да, мне напоминает, что если вдруг вы уже там спешите и хотите быстрее записаться на хардкор, кнопка уже давно висит, она активна, вам нужно ее нажать и зарегистрироваться. Вот сейчас подождите только те, кто… У меня сюрприз для тех, кто покупал продукты хардкор или точного фитнеса. Не оплачивайте сейчас, а просто, как сказать, не зарегистрируйтесь. Зарегистрируйтесь, да, Андрей, скорее всего. Сделайте… Сделать заявку. Ну, я насчет программы лояльности. Итак, в стандартном курсе, который стоит 6,990, все чаты поддержки, сама программа, чат со спортивной обратной связью, вебинары от психолога, курс по медитациям, видео по медитациям, гайд по медитациям, вебинары мои по похудению, мои гайды по похудению, ну, не говоря о том, что три гайда вы еще сейчас сами получите, у вас вводный заключительный вебинар и возможность выигрывать призы по ходу курса и выигрывать призы главные. Если получится какая-то возможность, что самоизоляция будет снята, мы подумаем о том, чтобы сделать выпускной, потому что выпускной – это большой праздник, который мы делали на первом курсе, на втором курсе, к сожалению, не смогли сделать на третьем курсе, но это что-то. Скоро мы, я думаю, покажем вам видео, поделимся, и вы поймете, насколько это душевно получается. Есть еще VIP-пакет, он был у нас и в прошлом курсе. От VIP-пакет – это когда ко всему тому, что я перечислил, будет дополнительные две часовые консультации по скайпу со мной. То есть, если у вас возникнут, если у вас есть необходимость, или вы там доверяете, будучи на меня давно подписанным, знаете, там уровень моих знаний, если вы хотите, чтобы я лично пообщался с вами, то можно приобрести пакет VIP, и тогда мы с вами встретимся на час в начале марафона, и я думаю, что мы встретимся, ну, логично предположить, в середине марафона, посмотрим, как у вас идет прогресс, что нужно поменять, чтобы дойти с максимальной выгодой, с максимальными результатами до конца марафона. Ну, договоримся. Те, кто купит этот пакет, мы с ними обсудим, как сделать максимально эффективно и максимально полезно. Напоминаю вам, что если вы досмотрели до этого момента вебинар, вы получаете все гайды, ребята, девчата, только не пытайтесь получить их прямо сейчас, рассылка идет постепенно, и она будет длиться до конца завтрашнего дня в связи с технической нагрузки, потому что у вас несколько десятков тысяч человек, те, кто нас сейчас смотрит, все будет, не переживайте. Я хочу вам сказать, что время на принятие решений, оно у нас очень простое, чем быстрее, тем лучше, но у вас есть сегодняшний день, то есть прямо сейчас вы можете оплатить, и у нас сфиксированная цена на завтрашний день до 23.59, то есть до полуночи завтрашнего дня цена не повышается, она начинает повышаться с субботы, сегодня четверг, суббота, воскресенье, и до последнего дня, когда у нас уже стартует курс, она будет максимально высокой. Но есть один лайфхак, если вы сейчас оставите заявку на оплату, то цена ваша фиксируется, допустим, вам какая-то необходимость, что у вас нет сейчас денег на карточке, а будут завтра, или послезавтра. Тогда мы подождем вас, и пожалуйста, оплачивайте, ваша цена не будет расти, но для вас есть окно сегодняшний день и завтрашний день. Самое интересное, я просил дождаться тех, кто был у нас уже на марафоне, и те, кто пользовался продуктами точного фитнеса. Откуда выросла эта партнерская программа? Из опыта предыдущих марафонов. Каким образом мы прирастали со 120 человек до полутысячи человек на прошлом марафоне? Основное, это было сарафанное радио. Участники хардкора, сначала в свой адрес выслушивали шутки о том, что они так питаются, долго ли они так продерживаются, хи-хи-ха-ха. Потом, через 8 недель проведения марафона, оказывалось так, что их директы, я видел огромное количество этих сообщений, были засыпанными сообщениями. Расскажи мне, как ты похудел, расскажи мне, как ты накачался, расскажи, как это за 2 месяца ты вообще умудрился, куда идти. Понятно, что время, это такой ресурс, который не резиновый, и самым популярным ответом стало иди к Путылину, подписывайся, или приходи на следующий марафон. Вот, сейчас мы решили премировать тех участников, лояльных нам участников, кто уже был с нами, кто тренировался, кто знает, что это наши продукты, что такое, какого они уровня, мои, Сашины. Ребят, для всех, для вас, если у вас есть друг, родственник, любой близкий вам человек, который увидел ваши результаты и хочет пойти с вами, составить вам компанию, может, вы кого-то уговорили пойти вместе, потому что это очень-очень важно, иметь поддержку, то вы можете пригласить их и получить приятный бонус. У вас по той кнопке, по которой вы сейчас можете перейти, вы перейдете на страницу гид-курса, личного кабинета, вот, и самое важное, о чем я должен сказать, если у вас есть такие люди, которые вы точно знаете, что они придут, вот, или в течение завтрашнего дня хотя бы решат вопрос точно, то вы пока не оплачиваете свой курс, нажмите кнопку «Получить промо-код» и отправьте его, этот промо-код, своим друзьям. Это может быть один человек, это может быть 10 человек, сколько угодно. Я знаю, у меня в сторис вчера девчонка, одна, которая прошла хардкор, отмечала, там, я не знаю, человек 6, она ее мучила, как пойти на следующий хардкор. У нее отличный результат, хотя она жила в командировках. Вот, поэтому, чем больше людей вы приведете, вы можете просто привести такое количество людей, которое вам даст возможность самому или самой прийти на этот курс бесплатно, не просто со скидкой, а бесплатно. Вот, поэтому за каждого приглашенного участника, кому вы отправляете промо-код, да, вот, после того, как он отправит, у вас появляются бонусные рубли, которые вы можете использовать для, да, только, да, 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 то они, эти бонусные рубли у вас будут только после того, как ваш человек, который получит промо-код, он произведет оплату. Тогда у вас в личном кабинете так технически программа, настроенная система, что после того, как прошла оплата по вашему промо-коду, у вас появляются бонусные рубли. Если там 10 человек за завтрашний день, за сегодняшний оплатила, то добро пожаловать к нам бесплатно. Вот, бонусные рубли вы можете использовать только перед покупкой курса, да, вы можете насобирать, пока все ваши купят, вот, сделав заявку, ваша цена уже сейчас фиксируется, поэтому, ну, ваша задача в течение сегодняшнего, завтрашнего дня поспешить и сказать, там, Маша, ты со мной собиралась, введи промо-код, покупай курс, для Маши будет скидка 500 рублей, вот, а для вас будут тоже полезные бонусные рубли, и вы сможете попасть на наш курс за более доступную цену. Все, что вам нужно сделать сейчас, сделайте заказ, вы заморозите стоимость курса, я об этом уже говорил, промо-код получаете, отправляете, я надеюсь, что будет царапист скидка 500,